Ильяс Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Три звезды. Нулевая вероятность встретить данный материал на экзамене. Текст не предназначен для ЕГЭ, рассчитан на энтузиастов. Различия. Самозарядная винтовка СВТ-40 и винтовка Мосина. Тезис. СВТ-40 подходила для профессиональной армии мирного времени и для малых войн. Винтовка Мосина подходила для массовой армии в период тотальной войны. Обоснование. Первый аргумент. Для профессиональной армии мирного времени и для малых войн можно позволить себе иметь дорогое оружие. Для массовой армии и тотальной войны нужно дешевое оружие в огромных количествах. Винтовка Мосина стоила дешевле, чем СВТ-40. Например, в ценах начала 40-х годов СВТ-40 стоила 2000 рублей, а трехлинейка Мосина 166 рублей. Соответственно, у СВТ-40 не было шансов и не только у нее. Единственной армией планеты, которая в годы Второй мировой войны смогла полностью перейти на дорогущие самозарядные винтовки, была армия США. Это были винтовки М1 Гарант. Остальные давились от зависти, включая немцев, которые продолжали воевать своими старыми неавтоматическими винтовками Маузер 98К образца 1898 года. Аргумент 2. Для профессиональной армии мирного времени и для малых войн можно позволить себе деликатное оружие, требующее особого ухода и высокой квалификации. Для массовой армии и тотальной войны нужно простое и неприхотливое оружие, которым сможет пользоваться боец низкой квалификации. СВТ-40 была чувствительна к грязи и в целом сложна для непрофессионала. Винтовка Мосина была простой и понятной, в ней нечему было ломаться, она не боялась ни грязи, ни воды, ее мог освоить любой новобранец. Например, СВТ-40 была популярна в элитных войсках, таких как морская пехота, курсанты военных училищ, снайперы, но в обычных линейных частях Красной Армии она не прижилась. В любой непонятной ситуации солдаты меняли ее на более простую и надежную винтовку Мосина. Ильяс Челобаев, сравнение по истории России, учебное пособие для подготовки к ЕГС, ссылка на книгу в описании под видео.